Каждый рабочий день Натальи Махалиной, кондуктора с 13-летним стажем, начинается с наведения порядка в салоне автобуса и проверки терминала для оплаты проезда. Это сейчас без него в рейс не выйдешь. А раньше, вспоминает кондуктор, новшеству противились, но со временем стало понятно, что терминал только упростил работу. Конечно, помогли. Очень много времени занимает, когда денежные средства собираешь, а когда банковская карта расплачивается или студенческие карты, быстрее получается. И пенсионные карты. Очень быстро обелечиваешь людей. В час пик особенно, очень даже удобно. Очень удобно. Сейчас проезд в общественном транспорте можно оплатить сразу несколькими способами. Наличными, банковскими картами, в том числе и при помощи смартфонов, а также специальными электронными проездными. Пользоваться ими очень просто, отмечают не только кондукторы, но и пассажиры. Это быстро и удобно. Школьникам, студентам и пенсионерам транспортные карты позволяют еще и экономить на проезде. Ну, во-первых, мелочи нет, задачи нет. Приложил, а сложил. Либо быстрее. Конечно, удобнее. Сто раз. Столкнулись с какими-то сложностями, может быть? Нет, совершенно нет. Транспортные карты можно платить только за себя. А вот банковской или своим смартфоном со специальным приложением можно оплатить проезд пяти человек. Для этого достаточно приложить средства к терминалу кондуктора и дождаться печати билета. Кроме того, кондукторы рекомендуют прикладывать карту или смартфон к верхней части терминала. Тогда оплата пройдет успешно. Многие пассажиры переживают, что с них два раза спишут деньги за одну поездку. Особенно, когда кондуктор несколько раз прикладывает карту к терминалу. Но оператор успокаивает. До тех пор, пока чек билета с терминала не вышел, оплата не засчитана. Кроме того, пассажиров беспокоят, что СМС о списании денег приходит гораздо позже. Это связано с тем, что терминал работает в офлайн-режиме и только записывает информацию о платеже. Списание денег с карт происходит, когда кондуктор после смены подключает свой терминал к интернету. В этот момент приходит настоящий сеанс связи с банком. И вот тогда приходит реальный СМС о списании денег. То есть пассажиры просто по незнанию пугаются и думают, что это два раза с них списывают за проезд. Нет, это не так. Таких ситуаций у нас не было ни разу еще за семь лет. Поэтому пассажиров просят сохранять необходимое количество денег на картах до тех пор, пока оплата не пройдет. Чтобы их карты не попали в стоп-лист. Разблокировать ее, если это все же произошло, можно в отделении своего банка. А отслеживать баланс своих транспортных карт и пополнять их можно в личном кабинете на сайте, указанном на экране. Свои вопросы можно задать и во время бесплатного звонка на телефон горячей линии, который также на ваших экранах. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.